В эфире программа Актуально в студии. Сегодня работаю я, Ольга Максимович. Всем добрый вечер. Согласно указу президента Республики Блай-Русь, от 7 июня 2021 года, номер 206, в стране был учрежден новый праздник – День народного единства, 17 сентября. Соответствующие изменения были внесены в указ о государственных праздниках. И сегодня в эфире мы будем говорить о самом молодом государственном празднике Республики Беларусь – Дне народного единства. Актуально обсуждаем с нашим гостем эфира Виктором Александровичем Белозоровичем, деканом факультета истории коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Добрый вечер. Справедливо будет начать этот разговор с истории. Давайте обратимся к событиям 1939 года. Что происходило на территории Западной Белоруссии и БССР в 1939? Я начну с констатации исторического факта. В сентябре 1939 года состоялось воссоединение белорусского народа. Это событие было предопределено рядом предпосылок, которые уходят корнями в ближайшие 20 лет, а то и вообще на рубеж 19-20 столетий. Мы знаем, что по решению Рижского мира 18 марта 1921 года Западная Беларусь вошла в состав польского государства. По сути, это была огромная территория, 111 тысяч квадратных километров с населением 4 миллиона 600 тысяч человек. Причем это в преобладающем большинстве были белорусы. Так произошел раскол. Раскол молодой белорусской нации. Давайте не забывайте о том, что уже в начало 20 века оформляются народы, нации на европейском континенте. И молодая белорусская нация, ну, позднее, чем европейские народы, подошла к этому процессу. И вот здесь такое страшное явление. Разделение. И получилось две Беларуси. С одной стороны, мы видим Советскую Беларусь с 1919 года, Советско-Социалистическая Республика Беларусь, которая строила уже новое общество. Общество социалистическое, общество коммунистическое. И, естественно, отметим, что этот регион отличался не только процессами социально-экономического развития, бурными процессами. Индустриализация, появление техники в деревне, коллективизация, всеобщее начальное образование, возможность сходить в кино, посетить театр, почитать книги в библиотеке и так далее. Это был регион, наполненный оптимизмом. Понимаете, люди верили в это светлое будущее. Они включились в этот процесс строительства нового общества. И они были равными друг с другом. И с другой стороны, мы видим другую Беларусь. Западную Беларусь, которая оказалась в составе польского государства, или, как называли в то время, Речи Посполитой. Второй Речи Посполитой, так ее считали поляки в то время. И позднейшие польские следователи так считают. Но мы говорим о том, что это было польское государство, которое видело в Западной Беларуси крессы всходня, то есть восточные окраины, и проводило политику, по сути, полонизации этого региона. И нарушало условия Рижского мира. Потому что Пилсудский обещал предоставить белорусам национально-культурную автономию в составе Польши. Но этого не было. И жизнь была традиционна. Жизнь была достаточно тяжелая. Достаточно тяжелая. И, соответственно, жители Западной Беларуси, я имею в виду белорусское население, видела пример, который шел с востока. Видела советскую Беларусь. И, конечно, понимала, что их будущее должно быть вместе с той Беларусью. Советской Беларусью. И мы видим в Западной Беларуси активизацию национально-освободительного движения. И все-таки то количество людей, которые приняло участие в политических процессах, я имею в виду в деятельности Коммунистической партии Западной Беларуси, юбилей которой 100-летие мы отмечаем в этом году, в деятельности белорусской селянской работницкой громады, это, по сути, более 150 тысяч человек. Это огромная масса для того времени участников движения борьбы, сопротивления, но, опять же, за будущее Беларуси. И вот эти процессы, конечно же, свидетельствовали о том, что молодая белорусская нация хотела быть единой, стремилась к этому единству, но встречала сопротивление правящих кругов той же Второй Речи Посполитой. Процессы полонизации набирали обороты. Это факты достаточно многочисленные, свидетельствуют о том, что судьба белорусов была под угрозой. Воссоединение произошло в достаточно сложной международной обстановке. Мы знаем, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, и фашистская Германия начала наступление на Польшу. И мы знаем о том, что Советский Союз 23 августа 1939 года подписал с Германией пакт о ненападении. И это была вынужденная позиция СССР. Это был вынужденный договор, поскольку страны западной демократии, так называемой, они затягивали переговоры, а вообще встреча военных миссий свидетельствовала о том, что есть нежелание западных держав идти на создание системы коллективной безопасности в Европе. И тогда Советский Союз принял достаточно сложное решение подписать пакт о ненападении. И еще хочу обратить внимание, что Польша в межвоенный период, она ведь содействовала тому, что не сформировалась система коллективной безопасности, противодействие фашизму, поскольку она представляла интересы Германии в Лиге наций. И Польша участвовала в разделе Чехословакии. Это очевидно. Хочу отметить и то, что Москва заняла выжидательную позицию после начала Второй мировой войны и не вступала в активные военные действия, поскольку задача была другая. Не захвата Польши, а освобождение Западной Белоруссии и Западной Украины. И несмотря на нажим, потому что Германия оказывала этот нажим через Шуленбурга, посла в Москве через Риббентропа, Москва ждала. И мы знаем, что Советский Союз, когда уже сложилась критическая ситуация, а 14 сентября был окружен Брест немецкими войсками, 15 сентября уже пал Белосток, возникла угроза окружения Львова, польское правительство уже эмигрировало с территории. И только тогда, 16 сентября, в 16 часов был отдан приказ войскам Белорусского и Украинского фронтов о том, что необходимо начать освободительный поход. И 17 сентября Красная Армия перешла в наступление. Мы знаем, что военная операция прошла достаточно стремительно. И, на наш взгляд, по тем фактам, которые сегодня есть в исторической науке, прошла без большого кровопролития. И это был результат того, что Красная Армия пользовалась поддержкой местного населения, прежде всего, белорусов. И сегодня мы имеем многочисленные фотодокументы, архивные документы, которые свидетельствовали о том, что белорусы приветствовали бойцов Красной Армии, оказывали всяческую поддержку и, естественно, приняли активное участие в формировании временных органов государственной власти. А когда прошли выборы в Народное Собрание Западной Беларуси, это был вообще невиданный акт политической справедливости, потому что тысячи людей были допущены к участию к выборам. И выбирали своих. Бедняков крестьян, рабочих, состав Народного Собрания Западной Беларуси, ну и, соответственно, Народного Собрания Западной Украины. Народное Собрание Западной Беларуси состоялось в Белостоке с 28 по 30 октября 1939 года и приняло решение, очень важное, о вхождении в состав БССР. И как результат, Верховный Совет Советского Союза 2 ноября принял делегацию Народного Собрания. Это 66 представителей Западной Беларуси. Опять же, люди из низов, которые попросили включить, взять их в состав Большой Советской Семьи. И в последующем, уже 14 ноября, Верховный Совет Беларусской ССР уже законодательно оформил вхождение, воссоединение Западной Беларуси с Белорусской Советской Социалистической Республикой. В конце, я хочу уже говорить историографический факт, констатировать, состоялось воссоединение Западной Беларуси в результате освободительного похода Красной Армии. Как вам кажется, Виктор Александрович, значимость даты 17 сентября для современной Беларуси, для белорусского народа весомой? Я думаю, что сила народа в его единстве, и в понимании общего прошлого, и, конечно, общего будущего. В данном случае, расколота белорусская нация стала единой, о чем свидетельствует, наверное, тот дух. Тот дух, будем говорить, опять же, уже энтузиазм и оптимизм в западных областях Беларусской ССР, который мы наблюдаем в довоенный период, до начала Великой Отечественной войны, на основе, опять же, архивных документов и многих иных источников. И я думаю, что вот эта консолидация 1939 года позволила белорусскому народу выстоять в годы Великой Отечественной войны и одержать победу над сильнейшим противником, над фашизмом. И я думаю, что это позволило белорусскому народу быстро залечить раны войны и ликвидировать тот дуализм, который еще сохранялся в первые послевоенные годы между западными и восточными областями, уже к 50-м годам его не стало. И, конечно, построить нашу Беларусь, заложить основы нашей современной Беларуси в советский период и успешно развиваться сейчас и противостоять сегодня, будем говорить, той гибридной войне, в которой мы оказались и которую нам навязали страны запада, коллективного запада. Поэтому единство белорусского народа во многом обусловлено вот этим процессом монолитности нации. И, конечно, здесь события в сентябре 1939 года, они как раз-то и свидетельствуют о том, что мы едины, мы одна белорусская семья. Виктор Александрович, а если предположить, что не было событий 17 сентября 1939 года, не было освободительного похода Красной Армии, не было воссоединения народов, как бы развивались события? В истории нет сослагательного наклонения. Я всегда говорю это студентам о том, что как было бы, но. В любом случае, мы историки, мы реконструируем прошлое, мы его создаем, и такие аспекты, а что было бы, мы тоже должны учитывать. В данном случае я уже говорил о полонизации Западной Белоруссии, что политика Польши была направлена на ликвидацию белорусов. По сути, мы можем провести параллель с первой речью посполитой, которая была с 1569 года по 1795 год. Но там полонизация осуществлялась прежде всего в направлении правящего сословия, шляхетского сословия, и постепенно через греко-католическую церковь, униадскую, постепенно входило уже более низшее сословие населения, то есть мы говорим в среду белорусского населения. Вторая речь посполитая, как, опять же, трактует Польша, а в советский период буржуазно-помещище Польша, а мы просто говорим, польское государство межвоенного периода, оно проводило уже полонизацию сознательную, в интересах уже против всех белорусов, цель которой была превратить белорусов в поляков. И польская школа, католический костел, ну, соответственно, польские культурные учреждения межвоенного периода работали активно в этом направлении. Проведу еще одну параллель. В 2011 году в подляжском воеводстве современной Польши насчитывалось около 47 тысяч белорусов, а после Великой Отечественной войны их было 200 тысяч. То есть идет процесс уменьшения, потому что идет медленная полонизация и замалчивание. Медленная полонизация, она связана с тем, что уже молодое поколение тех гмин, где преобладает белорусское население, я имею в виду дети, они уже не изучают белорусский язык, они уже не интересуются белорусской культурой, они стали поляками. И замалчивание проявляется в том, что нельзя уже смотреть белорусские каналы, слушать, будем говорить, наши радио и так далее, то есть быть и говорить на белорусском языке. Понимаете, вот этот процесс говорит о том, что постепенно происходит вот эта ассимиляция. Поэтому что была бы достаточно мощная ассимиляция. Но если мы говорим с вами о Дне народного единства, уже эта мысль прозвучала, народ не должен быть разделен. Виктор Александрович, как вам кажется, чем уникален белорусский народ? В своем единстве, в своем единении, в этом его сила? И в этом тоже, несомненно, что мы стремимся быть одной белорусской семьей. Причем в понятие белорусский народ сегодня вкладывается не этнический признак, как основной, а вкладывается то понимание нации, которое сегодня доминирует. И это понимание завязано на том, что каждый человек праве сам определить свою принадлежность к тому или иному народу, к той или иной нации. И поэтому белорусский народ – это не только белорусы, это все те национальности, которые живут в Беларуси, любят Беларусь, разделяют интересы белорусского общества и белорусского государства. Уникальность нашего народа, наверное, в его рассудительности, в том, что белорусы – они люди, которые трудолюбивы, и которые ценят и знают цену своему труду и хлебу, который они добывают, и которые, пусть они где-то не столь активны по своей ментальности, но они стоят за свою родину, за родную землю. Они ее любят и будут ее всегда защищать. И вы знаете, в этом я думал, вот о том, в чем наша сила, а в том, что мы можем быть едиными, можем стать единой семьей. И у нас есть очень хороший лидер, наш белорусский лидер, наш представитель нашего белорусского общества, который нас защитит, защищает и который патриот нашей Белоруссии. И вот это, наверное, мудрость нашего народа в том, что нам еще и повезло иметь такого руководителя, главу государства, Александра Григорьевича Лукашенко, который всей сердцем, всей душой болеет за каждого из нас. И я уверен, защитит каждого из нас. И страну. И страну. Виктор Александрович, огромное спасибо за актуальную беседу. А с нашими телезрителями я прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова